Представьте себе обычное утро в любом городе мира. Люди торопятся в офисы, дети собираются в школу, а завтрак подается на стол из упаковок и контейнеров. Но внезапно все изменилось. Невидимая сила пробуждает пластик, и каждый кусок начинает трепетать и двигаться. Бутылки, когда-то бездушно стоящие в рядок, начинают ползти по кухонным столам, пытаясь понять свое новое существование. Пластиковые пакеты, которые ранее беспечно летали по улицам, оживают и с шумом возвышаются, как странные воздушные создания, по всему миру раздается гул удивленных возгласов. Пластиковые игрушки, некогда мирно лежащие в детских комнатах, вдруг начинают танцевать и играть сами с собой. Это не иллюзия и не фантастика, это новая реальность. В офисах, где пластиковая мебель давно стала обычным явлением, начинается паника. Рабочие стулья, кресла и столы внезапно оживают, шокируя всех присутствующих. На заправках пластиковые канистры начинают перемещаться, как живые существа, и кажется, будто они собираются на неведомое собрание. Вся привычная структура жизни рушится в мгновение ока, и люди остаются в недоумении и смятении. Все, что когда-то казалось обычным и рутинным, теперь обретает сознание и самостоятельную волю. Но что еще более тревожно, это количество пластика, которое ежедневно окружает человека. Микрочастицы, незаметные глазу, начинают дрожать, словно маленькие живые организмы. Вскоре все осознают, что этот феномен охватил всю планету. Ничто уже не будет так, как раньше. Весь мир погружается в новую, необъяснимую реальность, и возникает главный вопрос, как человечество справится с этим неожиданным пробуждением. Паника и хаос. Первые дни новой реальности. Подобно вспышке молнии, известие о пробуждении пластика мгновенно охватывает все уголки планеты. Люди выходят на улицы и наблюдают, как пластиковые предметы разного рода обретают жизнь. Паника охватывает города и поселки, транспорт замирает, автомобили останавливаются, так как пластиковые детали и элементы начинают перемещаться и действовать самостоятельно. Многим кажется, что они попали в фантастический фильм, но это реальность. В магазинах творится хаос. Полки, когда-то забитые пластиковыми товарами, теперь пустеют. Пакеты для покупок становятся живыми созданиями, которые ускользают из рук, а пластиковая упаковка стекает с продуктов и метастазирует по полу, как странные существа. Посетители в растерянности пытаются сохранять спокойствие, но это почти невозможно, ведь внезапно ожившая пластиковая мебель начинает перебираться по торговым залам, как гигантские насекомые. На улицах города теперь царит беспорядок. Очистительные службы вынуждены приостановить работу, так как их инструменты и техника, от контейнеров до мусоровозов, самовольно начинают двигаться по дорогам, вызывая страх и замешательство. Полиция и экстренные службы перегружены вызовами и обращениями, но ни один человек не знает, как справиться с этой странной угрозой. Между тем, в домах люди пытаются наладить контакт с новыми обитателями своей повседневной жизни. Некоторые пытаются приручить бывшие игрушки, другие найти применение ожившей мебели, но будет ли это возможно? Первые дни новой реальности приносят не только хаос и панику, но и осознание того, что жизнь больше никогда не будет прежней. Вопросы умножаются, и стена между прошлым и настоящим постепенно стирается, оставляя за собой только неопределенность и страх перед неизвестным будущим. Объем хаоса в первые дни нового мира заставляет задуматься, каковы эти живые пластики, друзья или враги. Попытки взаимодействия с ними порой заводят в тупик. Некоторые люди с удивлением обнаруживают, что пластиковые существа начинают проявлять интерес к окружающему миру. Пластиковые бутылки, обретя сознание, катятся к источникам воды, будто пытаются утолить жажду. Игрушки наполняются детской энергией, находя радость в играх с детьми, как будто не было этих дней паники и смятения. Однако не весь пластик оказывается дружелюбным. Бывшие контейнеры для мусора, например, начинают объединяться в гигантские кучи, преграждая дороги и создавая неожиданные заторы в городах. Люди вынуждены находить обходные пути, чтобы добраться до работы или школы, и вскоре возникает необходимость в новых маршрутах. Это новое состояние живой пластмассы вызывает множество вопросов о том, как с этим жить и как адаптироваться к измененной реальности. Пока одни в замешательстве наблюдают за происходящим, другие пробуют подружиться с пластиком, стремясь узнать его истинные намерения. Внезапно оказывается, что некоторые пластики, такие как бывшие упаковки для продуктов, способны разлагаться на компоненты, представляющие собой питательные вещества для растений. Это открывает возможности для использования живого пластика в сельском хозяйстве. Но пока трудно определить, как долго это продлится и будет ли сделано открытие, угрожающее нашему миру. Чем дольше живой пластик остается среди нас, тем яснее становится, что изменения являются постоянными и глобальными. А ситуация требует как срочных мер, так и глубоких исследований. Этот удивительный новый мир задает дистанцию между тем, что мы знаем, и тем, что нам еще предстоит открыть. Экологическая катастрофа или шанс на спасение? Ситуация приобретает тревожные масштабы. Впервые в истории человечества экология оказалась под угрозой из-за неожиданного пробуждения пластика. Было бы ошибкой утверждать, что все это приводит исключительно к экологической катастрофе. Да, в результате пробуждения живого пластика озера и реки заполняются движущимися бутылками и контейнерами, затрудняя доступ к воде для животных и растений. Берега океанов забиты пластиками, которые, не ведая разрушительности своего нового существования, разлагают морскую флору и фауну. Однако среди возникающего хаоса все же можно разглядеть возможности для спасения и восстановления экосистемы. Исследователи в разных уголках планеты предпринимают попытки взаимодействия с живыми пластиками, открывая удивительные возможности для очистки загрязненных территорий. Постепенно становится ясно, что некоторые виды ожившего пластика способны перерабатывать токсичные отходы, представляя собой органическое решение для очистки среды. В этом парадоксе угрозы и спасения скрывается потенциал для развития новых технологий. В городах, где живым пластикам удалось освоиться, начинается процесс адаптации. Коммунальные службы вынуждены работать в условиях новой реальности, постоянно взаимодействуя с живыми помощниками. Биологи и экологи начинают исследовать способы использования живого пластика для рекультивации территорий. Они изучают их способность расщеплять вредные вещества и восстанавливать природный баланс. Тем не менее, остается множество нерешенных проблем. Некоторые пластики, насыщаясь вредными веществами, становятся ядовитыми сами по себе, что создает дополнительные угрозы для флоры и фауны. Ученые работают над созданием безопасных условий взаимодействия с живыми пластиками, чтобы минимизировать риски и использовать их потенциал для спасения окружающей среды. На границе неизведанного человечество сталкивается с вызовами, требующими не только быстрой реакции, но и мудрого подхода. Пробуждение пластика открывает новое измерение взаимодействия с природой, где катастрофа и спасение идут рука об руку. Одно несомненно, мы должны научиться использовать эти уникальные возможности во благо планеты. Экономика в шоке. Как изменится мир торговли? Пока мир привыкал к новому состоянию живого пластика, экономика была вынуждена адаптироваться на ходу. Пробуждение пластика перевернуло все аспекты торговли и производства. Заводы, производящие пластиковые изделия, столкнулись с неожиданной проблемой. Их продукция не только больше не подлежала контролю, но и сама начинала диктовать условия своего существования. Вскоре рынки опустили, и магазины, ранее наполненные пластиковыми изделиями и упаковками, остались без товаров. Оптовые и розничные компании были вынуждены искать альтернативные решения, чтобы поддерживать свои бизнесы на плаву. Компании начали срочно вкладываться в исследование и разработку новых материалов, стремясь заменить оживший пластик. Производители, ранее сосредоточенные на коротких сроках и массовом объеме, теперь перешли на изучение биоразлагаемых и многоразовых продуктов, чтобы удовлетворить запросы изменившегося рынка. Производственные линии перестраивались, чтобы работать с новыми типами сырья, а компании стремились найти баланс между устойчивостью и экономической выгодой. Международная торговля также претерпела значительные изменения. Те страны, которые были основными производителями и экспортерами пластика, оказались в тупике, когда их основной товар стал нежизнеспособным. Это привело к глубоким изменениям глобальных экономических взаимоотношений. Страны вынуждены пересматривать торговые соглашения и искать новые пути сотрудничества. Экономический ландшафт становился более гибким и инновационным, давая шанс новым компаниям, работающим с экологически чистыми технологиями, занять лидирующие позиции на мировых рынках. Малый бизнес, в первую очередь, те, кто занимался переработкой в торсаре, оказался в выгодной позиции. Они начали разрабатывать технологии для переработки живого пластика, чтобы извлечь из него максимальную пользу. Партнерства с биотехнологическими компаниями стали ключом к разработке новых решений, что только укрепляло их положение на рынке. Таким образом, экономический шок, вызванный пробуждением пластика, стал не только вызовом, но и стимулом для глобальной экономической трансформации. Впереди был долгий путь адаптации, но те, кто смог быстро принять изменения и внедрять инновации, оказались на шаг впереди в новой, динамично развивающейся реальности. Борьба за контроль. Реакция правительств и ученых. Пробуждение пластика стало вызовом, требующим немедленных действий от мировых правительств и научного сообщества. Ученые всего мира начали собираться на экстренные заседания, чтобы изучить это новое явление и его последствия для человечества. Правительство создали кризисные штабы, чтобы координировать усилия по обеспечению безопасности населения и контролю над ситуацией. Первым шагом стала организация международных конференций с участием лучших умов планеты, где стремились понять природу и поведение ожившего пластика. Научные исследования начали проводиться в ускоренном темпе. Лаборатории по всему миру работали круглосуточно, чтобы изучить молекулярную структуру живого пластика и его взаимодействие с окружающей средой. Теоретики пытались объяснить феномен с помощью известных физических и химических законов, однако многие гипотезы требовали дальнейшего подтверждения. Пока ученые пытались найти ответы на вопросы о происхождении и последствиях ожившего пластика, правительства разрабатывали стратегии управления этой уникальной ситуацией. Одновременно с этим начался процесс создания специализированных подразделений, обученных работать с живым пластиком. Военные и полиции во всем мире получили указания по безопасному взаимодействию с ожившими объектами, чтобы предотвратить хаос в городах и на промышленных объектах. Общенациональные каналы связи использовались для информирования населения о том, как обращаться с живым пластиком, чтобы минимизировать возможные опасности. При этом в некоторых странах начали возникать инициативы по созданию международных исследовательских центров, которые должны были заняться изучением как возможностей, так и угроз, связанных с ожившими пластиками. Инвестирование в новые технологии и разработки стало приоритетом для крупнейших экономик мира. Все усилия были направлены на поиск устойчивых решений, которые бы свели к минимуму разрушительные последствия и обеспечили контроль над новой реальностью. Таким образом, реакция правительств и ученых на пробуждение пластика оказалась стремительной и организованной. Это событие не только сплотило мир в борьбе с общими угрозами, но и дало старт новой эпохе научных исследований и международного сотрудничества. Альтернативные материалы. Время для инноваций. Пока человечество спешно адаптируется к изменившейся реальности, путь к инновациям становится неизбежным. По всему миру инженеры и ученые начинают разрабатывать альтернативные материалы, которые могли бы заменить оживший пластик. Внимание переключается на экологически чистое производство, биоразлагаемые пластики и природные волокна, которые когда-то казались лишь экспериментами для энтузиастов. В поисках новых решений университеты и исследовательские центры объединяют усилия, организуя совместные научные проекты и лаборатории, где разрабатывают устойчивые материалы для различных нужд. Вершины успеха достигают биотехнологические компании, которые используют синтетическую биологию для создания материалов, способных разлагаться в природных условиях. Многие из таких разработок основаны на природных полимерах, которые обладают не только механической прочностью, но и способностью к биодеградации. Эти материалы становятся основой для новых производственных линий, которые быстро вытесняют оживший пластик из обихода. Промышленность также меняется. Строительство, автомобилестроение и даже текстильная сфера стремятся к переходу на безопасные и возобновляемые материалы. Создаются новые стандарты и сертификации, призванные обеспечить экологическую безопасность продукции. Ведущие компании начинают соревноваться не только в дизайне и функциональности, но и в степени экологичности своих товаров. На фоне этих изменений правительство предоставляет гранты и налоговые льготы для поощрения инноваций и инвестиций в новые технологии. На местах появляются стартапы, которые предлагают нестандартные решения и быстро завоевывают популярность. Примером являются компании, которые разрабатывают упаковку из грибного мицелия или водорастворимой пленки, заменяющие упаковочные материалы. С ростом спроса и интереса к инновациям в области материалов конкуренция становится катализатором для внедрения передовых технологий, которые обеспечивают не только устойчивость, но и экономическую выгоду. В результате мир наращивает потенциал не просто для замены пластика, но и для перехода на более экологичное и осознанное взаимодействие с ресурсами планеты. В этом процессе инновации становятся не просто будущим, а насущной реальностью, приводя к созданию нового баланса между человеком и окружающей средой. Новый баланс. Учимся жить в симбиозе с пластиком. В мире, где пластик ожил, найден новый баланс. Люди понесли попытки взаимодействовать и даже сосуществовать с пластиком в мире, который изменился навсегда. В каждом уголке планеты начинается строительство нового мира, где главным становится уважение к живым пластикам и понимание их свойств. Из-за этой перемены люди начали искать способы гармоничного сосуществования. Некоторые пластики стали союзниками, выполняя роль помощников в быту и на производстве. Другие, ранее представлявшие угрозу, адаптировались и теперь служат новым нуждам общества. В городах установлены центры изучения живого пластика, где специалисты обучают, как следует взаимодействовать с этими существами. Создаются специальные службы, которые контролируют и направляют поведение живых пластиков, помогая им интегрироваться в общество. Жители крупных мегаполисов постепенно привыкают к присутствию живого пластика в повседневной жизни и учатся использовать их в качестве экологически чистых ресурсов, которые могут возвращаться в природную среду без ущерба. Мир стремится развивать образование и просвещение в области взаимодействия с живыми пластиками. В учебных заведениях появляются новые дисциплины, которые готовят следующую генерацию специалистов к жизни в этом удивительном мире. Пластики интегрируются в образовательные и культурные программы, помогая человечеству находить решения и делиться накопленным опытом. Пластики, обладавшие уникальными свойствами, нашли применение в различных областях, таких как сельское хозяйство, медицина и строительство. Они используются для улучшения почвы, снижения загрязнения и разработки новых устойчивых методов производства. В результате новые отрасли экономики активно развиваются, создавая рабочие места и открывая новые перспективы для молодых специалистов. Так человечество научилось интегрироваться с пластиком, создавая мир, где гармония с природой и уважение к новым формам жизни становятся неотъемлемой частью бытия. Это новое понимание мира не только спасает планету, но и открывает пространство для новых возможностей и достижений.